на ремонте вот такая стиральная машинка с вертикальной загрузкой. это Zanussi ZW-T3105 значит затарахтел барабан. начал телепаться после того как открутил боковую часть и выкрутил подшипниковый узел. он выкрутился вместе с валом. оборвался вал. приклепан к такому фланцу и фланец постараюсь показать такой фланец приклепывается к боку. на одной стороне там со стороны привода шкива и ремня там 12 заклепок. а с этой стороны 6 заклепок и вот на на той стороне алюминиевая алюминиевый фланец с вваренным в него нержавеющим валом. такой может случаться например если вы промываете стиральную машинку лимонной кислотой. лимонная кислота разъедает алюминий разрушают. и вот вал оторвался. поэтому что мы будем делать? ну сейчас покажу. откручиваю вот этот утяжелитель и покажу что я в этот раз пойду вот этот утяжелитель блин пойду другим нестандартным путем. обычно я для того чтобы располовинить здесь он не скрученный а сваренный. нужно распиливать и потом скручивать. но утяжелитель прикручен к этой крышке и в те винты тот клей винты которые эти шурупы которыми будет скручена могут не выдержать нагрузку вот такую у этого утяжелителя может растелепать и оторвать. поэтому я планирую оставить крепким вот эту часть. а вырезать только вот эту внутреннюю часть. но во всяком случае есть у меня такая мысль для того чтобы добраться до фланца и потом запаять на месте. правильно эта история или нет я сейчас еще подумаю. потому что она все-таки нагруженная. это одна из частей вала. сейчас разбираем и буду вырезать здесь часть бака чтобы потом добраться до фланца. ну что же я решил пойти вот таким путем и выплавить вырезать вот таким диаметром где-то 115 потому что посмотрел фланец 105 миллиметров то есть этого будет достаточно чтобы над ним поработать как это сделал. но начал я вот таким устройством это по сути дела выжигатель вообще это устройство для установления скобок нажимаешь и скобки раскаляются и в пластик вставляется это для ремонта бамперов но можно обыкновенным выжигателем это может делать тонким паяльником но в любом случае после того как я его прорезаю она прорезает прорезает назад вытаскивая но все равно сплавляется и потом я взял обыкновенный держу потому что я туда в углах не подлажу если вы начнете шире делать то удобно будет но я специально сделал здесь чтобы потом при сплавлении тут побольше наплавлю чтобы жесткость была потому что здесь слабая жесткость будет это но я решил что так будет крепче теперь беру обыкновенную горелку прямо здесь на месте накаляю и прорезаю и уже дорезаю то что я дорезал поэтому может быть вы сразу начнете таким инструментом нагревать и потихонечку прорезать вот я почти все сделал дорезал и тут сейчас еще несколько сквозных просто я вот здесь достаю здесь достаю а вот там вот вот этим вот этим не достаю до конца приходится доработать вот таким устройством поэтому сейчас снова еще раз дополю и тут несколько осталось у меня дойти насквозь вот эти вот эти парочку еще сейчас прорезу доплавлю и сниму доплавляю там изнутри вот здесь не получилось не до конца до конца только тут и теперь вот здесь вот здесь Доплавлю до конца. Немного грубовато получилось, но я все равно буду заплавлять. Нагреваю и прорезаю. Прежде всего она выйдет. Вот здесь фламец, который нужно высверлить. Скорее всего это действие люди чистили лимонной кислотой, а она разрушает алюминий. Это алюминиевая часть, которая превратилась в кашу. Скорее всего из-за действия лимонной кислоты. Лимонной кислоты пытались почистить от ржавчины. Теперь я обокновенной дрелью сверла на 7. Высверливаю заклепки. Оно видно как колечко, которое держало, вылазит. Остальное колечко остается. Еще одна. Скорее всего можно просто как-то так подковырнуть. Удачно. Или может быть немножко больше рассверлить. Посмотрим. И выковырять остаток этого блина. Чуть-чуть еще. Вот так. До расширения. Оп. И все. И вот до нужного состояния. Теперь у меня вот такие отверстия. Это дальше провалится. Может быть досверлить осталось чуть-чуть. Вторая часть заклепки с той стороны. Немножко еще подсверлить и она выпадет в середину. Заказываем. И прикручиваем на винтики. Там где продаются шкивы. В том числе и продаются наборы винтов для закручивания. Я не ржавею. Я воспользуюсь такими винтами. Закручу фланец. Поставлю подшипник с сальником на него. Закручу его вот сюда. И уже потом, когда все будет стоять на месте, Оцентрую. И уже только тогда начну приплавлять. Чтобы оно там все стояло ровно. Иначе оно может быть как-то плюс-минус уходить в сторону. Наверное это все. Так намного легче чем распиливать. Склеивать. Тем более, что после склейки на винтах окажется, что утяжелитель может по такой поверхности отрываться. Здесь будет не очень крепко. Будет крепко здесь. Посмотрим. В принципе такой имеет место быть такой способ. Насколько он здесь крепко. Толстое основание. Будет все хорошо держать. Посмотреть. Время покажет. Испытаем. И скорее всего если я хорошо здесь заплавлю. Лишнего. Не просто сделаю вот эти ребра. А даже больше. Может быть эти все окна. Прямо заплавлю пластиком. Возможно. Посмотрю. Как посчитаю правильно. Итак. У меня сейчас очередное видео про суппорт для стервальных машинок с верхней загрузкой. Они легко меняются. Открутил. Поставил новую. Причем тут такая ситуация. Часто здесь хорошие подшипники. Если это фирменная стервальная машинка. Даже могут быть. Подшипник СКФ стоит. Но если сальник пропустил. попала вода. То его в любом случае нужно менять. А этот подшипник не вытаскивается. Его нельзя поменять. Он тут вплавлен. Сальник не может выскочить. Не обжат, а заплавлен. Он не может выскочить. В некоторых стиральных машинках сальник не вставляется. Он вставляется на вал. На стиральную машинку. Своим лепестком прижимается. к вот этой. Так и называется. Подшипник прижимной. Он прижимается к вот этой поверхности. На самом суппорте. Или это подшипниковый узел. Подшипниковый блок. Суппорт подшипника. Барабана стиральной машинки. Особенно если сальник здесь не стоит. Так он в комплекте. Подшипник, сальник. А так вам все равно нужно покупать отдельно блок. Отдельно сальник. И хотя это не дорого стоит. Но все равно есть возможность сэкономить где-то в 3 раза минимум. Смотря какой подшипник ставите. Даже если хороший. Минимум в 3 раза вы экономите. Если меняете сам подшипник. А не весь блок. Понятно что если он тут так заклинил и разбил посадочное место. То его только под замену. Плюс она есть одна левая и одна правая. С левой и с правой резьбой. Если смотрите на машинку. С левой стороны откручивать нужно влево. Если смотрите с правой стороны. Откручивать нужно вправо. Потому что там левая резьба. Что можно сделать. Просто так я пробовал выбивать. Куалы не выходят. Но если эту кромку срезать. Ну буквально вы сможете увидеть. Когда кромка подшипника уже заканчивается. Но выходит. Если вы кромку эту срежете. И смотрите. Край выступает. Заканчиваете срезать. Можно выдавливать подшипник. И он нормально выходит. Никаких проблем. Но только вот эту кромку нужно сверху подрезать. Перестает резать. Кончик обломался. Надо обломать край ножа. И снова резать острым ножом. После того как мы эту кромку срезали. Подшипник вынимается. Вставляется. Если вы боитесь что подшипник может выйти. То есть два способа обезопасить себя. Чтобы подшипник не ушел. Во-первых он сильно и не будет уходить. Потому что подшипник держится шайбой. И сам подшипник без вала выйти не может. Чтобы он не гулял туда-сюда вместе с барабаном. То вы просто можете закрутить два варианта. Есть первый. Закручиваете вот сюда. Три самореза. Второй вариант. Наплавляете эту кромку с помощью хорошего паяльника. Берете нормальный такой себе паяльник. И эту кромочку оплавляете. Можете даже использовать тот материал который у вас остался. Или может быть отсюда немного срезать. И наплавить назад эту же кромочку. То есть варианты есть. Вы можете ими пользоваться. Но в любом случае это как минимум. В три раза. Если вы ставите японские скф. То этот в три раза дешевле. Если вы ставите не японские скф. То там это уже может быть в 6-8 раз дешевле поменять подшипник. Чем купить весь суппорт. Блок. Вот этот. Ну а вообще можете использовать этот способ. Я иногда применяю. Иногда не применяю. Для себя я однозначно это применяю. Для клиента я спрашиваю. Что ему лучше сделать. Поменять на хороший. Потому что когда вы купите новый. Если он родной. То там будет скф. Может быть скф не всегда. Смотря какая фирма производитель. А если вы купите в магазине. То там точно скф не будет. А вы можете поставить хороший. И так я получил новый фланец. Очень хорошо подходит. С той стороны вот такие винтики заподлицо становятся. Чтобы не рвало. Они не ржавеющие. С этой стороны на гровер и шайба. Гроверная шайба. Вставлю. Он полностью алюминиевый. Эта часть тоже алюминиевая. Честно говоря. Не знаю как на родном. Надо посмотреть. Алюминиевая она или из нержавейки. Может быть и алюминиевая. Ну и все. Теперь я с этой стороны собираю. Закручиваю все. Специально остановился. Чтобы показать какая с той стороны. Чтобы одежду не цепляла. А внутри барабана. Вот такая шляпка. Скорее всего рвать одежду не будет. Все собираю. Одеваю. Наверное. Может быть пока без сальника. Все установлю с этой стороны. С той стороны. Заплавлю. А потом раскручу. И поставлю сальник. Здесь сальник станет хорошо. А с той стороны. Там все не очень хорошо. Тут же новое. А здесь на старом. Сейчас не покажу. Там алюминий уже износился. И нет места. Тут с одной стороны выгнило. И поэтому когда буду ставить сальник. Поставлю его на герметик. На полиуретановый герметик. Чтобы он стал. И когда только застынет. Тогда уже буду ставить подшипниковый узел. Потому что иначе сальник может боком немножко стать. Не во что ему там. Нет плоскости для упора. Вот так скажем. Померяю здесь расстояние. И так высчитаю. Чтобы стало одинаково. Как с этой стороны. Заполню недостатки полиуретановым герметиком. Можно силикановым. Но полиуретановый лучше. Схватывается прямо насмерть. Вот такая ситуация. В принципе мне нравится. Как дальше. Я уже буду заплавлять. Тоже покажу. Ну что же. После того как я все установил. Тут правда без сальника пока. Потом откручу сальник. Так же поставлю. Но сейчас я вот заплавляю. Все. Делаю это с помощью паяльника. Жало из него вытащил. И из обыкновенной трубки. Менной. Подобрал 6 миллиметровую трубку. На холодильниках используется. Но в гараже нашел. И согнул. И согнул. Такое жало. С помощью которого сейчас заплавляю. Сейчас покажу. Солнце вмешали. Но пытаюсь показать. Как я это делаю. Смотрите. Паяльник обыкновенный. На 60 ватт. Снял жало. И из трубки. Загнул такую пятку. Так сильно выгнал. Потому что я там запаиваю. Видите в полости. И шаг за шагом. Если вам не хватает пластика. Например. Вот тут выгва. У меня они еще остались. Но в некоторых местах не хватает пластика. Где его брать. Используйте конструктивные особенности. Допустим. Этот бак. Видите. Рассчитан на несколько моделей. И вот допустим. Как здесь. Вот есть амортизатор. На этой модели сюда крепится. А на какой-то другой модели вот сюда крепится. Он вам уже не понадобится. То есть вот это ухо можно. Оно не нужно здесь. Это ухо можете вырезать. И его использовать. Оно не будет использовано. Просто оно для того, чтобы устанавливать этот бак на какую-то другую модель стиральной машинки. И вы можете запросто вырезать это ухо. И использовать его как дополнение. Ну или еще какие-то приливы. Можете использовать. Но те, которые не ослабляют конструкцию. С другой стороны. Там. Ага. Ага. Вот там. За двигателем тоже какая-то. Какой-то наплыв. Видите. Вот здесь. Вот этот наплыв. Сейчас он не используется. Возможно на какой-то другой модели он используется. Вот весь этот наплыв. Он на жесткость нигде не влияет. Но какой-то крепеж выполнял. Но на этой модели он никакого крепежа не выполнит. Тоже можно полностью вырезать. И его использовать как дополнительный источник пластика. Ну или еще в каком-то месте. Здесь например. На дне какую-то штуку можно будет использовать. Вот это не знаю зачем. Здесь она не используется. Вот здесь. Тоже можно вырезать. Она на скорость не влияет. Ну и как я делаю. Не знаю. Будет ли видно. Шаг за шагом. Видите. Он такую пятку имеет. Что я могу прямо туда заплавлять. И шаг за шагом подкидываю туда недостающий пластик. И сначала вплавляю жалом. Так чтобы поглубже. А потом туда добавляю пластик. А потом вот этой пяточкой так выравниваю. И так все. Не боясь чего-то там некрасиво сделать. Главное чтобы крепко было теперь. И вот так как-то получается. Получается не очень ровно. Потому что оно там внутри. И я когда кручу паяльник. То там задеваю. То там задеваю. Бока вот эти. Тоже заплавляю. Не всегда получается так красиво. Но я честно говоря не заморачиваюсь. Мне красиво не нужно. Главное чтобы было крепко. Еще на всякий случай. Может быть парочку здесь. Скобок металлических. Вплавляю. Для того чтобы. Крепче наверное было. Так скажем. Скобки у меня есть. Есть у меня. Такой аппарат. Который вставляет скобки. Для ремонта бамперов. Пластика. Сюда скобки тоже. Вставляю. Это не обязательно. Но почему нет. Для большей жесткости. И мне кажется что в принципе этого будет достаточно. А теперь просто выкручу этот суппорт. Вставлю. Здесь все легко. Здесь новый вал. Новый суппорт. Сальник сюда вставлю. Но. То же самое сделаю. И с. Обратной стороной. Там. Правда. Часть вала. Сейчас основание вала. Выгнило. И поэтому. Поставлю тоже сальник. Но поставлю его. Как я говорил. На. Герметик. Здесь вымерю. Штангенциркулем. Насколько нужно утопить сальник. И. Настолько буду утопливать сальник с той стороны. Чтобы он там равномерно стул. Вот так можно поступить. Не распиливать вот здесь. Я не захотел здесь распиливать. Внутрь идет. Как тут распилить. Чтобы аккуратно так сделать. И вот этот. Здесь оно как-то. Надо внутрь как-то выгребать. Не выйти сюда. Это во-первых. Во-вторых. Если его распиливают. То здесь утяжелитель стоит. И он будет вырвать с мясом. Не хотелось бы этого. А так. Жесткость конструкции останется заводской. Ну а здесь в принципе. Жесткости достаточно. Она настолько. Сейчас подобавлю. Здесь где я. Где я вот еще пропустил. У меня есть дополнительные. Куски. Плюс я. Вот здесь. Как я уже сказал. Повырезаю куски. Для того чтобы. Добавить. Сюда. На этом все. Просто. Единственное. Что когда вы заплавляете. Старайтесь заплавлять. Не просто поверхностно. А сначала. Жалом. Там прямо в середину. Заплавляйте пластик. Чтобы. Не краем. Пластик был. А чтобы он там. Даже в глубине. Приплавился. Ну а может быть. Еще даже. Добавлю. Толщины. Потому что. Я не уверен. Что на всю толщину проплавил. Поэтому. Толщину. Сверху. Сделаю. Тут еще. Понакидываю. Пластика. Дополнительного. И еще раз. Ну. Сделаю. Более. Толстую. Стенку. Вот здесь. За счет верхнего. Здесь. Вверху. Я уже. Могу. Наплавлять. А там. Внутри. Не могу. Проконтролировать. Хорошо. Оно проплавилось. Нет. Я изнутри. Не могу. Паяльником. Пройтись. Наверняка. Там. Не очень. Жестко. Вот так скажем. Ну. На этом все. Повторяйте. Тут. Не могу. Дать. Четкого. Совета. Можно. Сделать. Как можно. Лучше. Как у вас. Получится. Такая история. Повторяйте. Это. Не так. Сложно. С помощью. Обыкновенных. Инструментов. Все это. Можно. Сделать. Недостаточно. Недорого. Увидимся. На канале. Мирал. После того. Как я все. В принципе. Заплавил. Я решил. Поставить. Еще несколько. Скобок. Вот таких. С помощью. Такого аппарата. Он поставит. Вот такую. Зигзаго. Образную. Скобку. Ставим. А потом. Немножко. Вот так. Проворачиваем. Чтобы она. Вбок. Сначала. Давим. Потом. Немножко. Вот так. И. Отпускаем. И. Оно. Хорошо. Во-первых. Выходит. Не вырывается. И. Плюс. Там. Лучше. Застревает. Значит. Я в нескольких местах. Уже сделал. Сейчас. Вот здесь. Будет ли вам видно. Сейчас. Посмотрим. Включаю. Вот так. Видно. Еще раз. Решил проверить. Значит. Включаю. Заграется светодиод. Загрузает. Провернул. Оно остыло. Что-то такое. Странно. Оно. Не могу. Оно теперь не видно. Оно. Я вытащил. Оно осталось. Оно осталось. Оно осталось. Я сейчас заплавлю. Все поемником. Включаю. В общем-то. Как-то не очень удачно. Вот. Через. Я смотрел через экран. И. Ну. Плохо. Плохо видно было. Ну. А так и хорошо вставляется. Ну. И штук 4-5. Не на каждом поставлю. Очень удобно. Очень удобно. Оно просто вставляется. Вот так. И все. Ну. Сейчас. Продолжу заплавлять. Вот я. Дополнительно. Еще. Пластик. Нарезал. Там. Где я говорил. Там. Немножко толще. Еще. Утолщу. Особенно там. Где. Поставлю. Укрепители. Я знаю. ross micнемрееоб Flug. Я знаю.